Всем привет! Я хочу сегодня поговорить о технике, о оборудовании, которое используется при ринопластике, да и не только, а в общем при работе на костях черепа, либо тела. Современный мир богат на изобретения и самые основные из них представлены здесь на моем столе. Начнем с первого. Турецкий аппарат, рецепрокная пила с насадками для боковой остеотомии, с насадками для рашпиля и непосредственно пила, которая производит распилы. Дальше я буду все показывать. Сделано специально для ринопластики. Далее аппарат. Тот самый нашумевший ультразвуковой аппарат, которым производят рассечение кости. Акцентирую внимание на то, что ультразвук, как и пила, работает только на твердых тканях, только на кости, на костях носа, если мы говорим про ринопластику. Далее. Это стоматологическая рецепрокная пила с возможностью использования прямого наконечника. Об этом тоже я расскажу. Везде есть свои плюсы и свои минусы. Начнем же с первого. Это специальный аппарат риноскульптур, который используется непосредственно и разработан для ринопластики. В чем его особенность? В комплекте с этим аппаратом идут три насадки. Первая режет прямо, вторая режет пилой сбоку, а третья стачивает неровности рашпилем. В чем удобство? Удобство в том, что сами полотна сделали обтекаемыми и очень узкими. Удобно очень входить в полостя при остеотомии и делать распилы. Это пьезотом, ультразвук. Разрез производится только этой частью. Как понимаете, что этой частью мы зайдем более глубоко и сможем сделать более глубокий распил, чем этой. Этой работать неудобно в плане прохождения ткани. И стоматологическая рецепрокная пила имеет отличия в следующем. Частично в длине, но в большей степени по толщине. Здесь край закругленный, он не травмирует окружающие мягкие ткани. Здесь край острый. При неосторожном движении можно рассечь кожу. Это не очень хорошее осложнение. Точнее, я бы сказал, плохое осложнение. И в этом плане использование этой пилы стоматологической неудобно. А теперь я хочу провести непосредственно испытание. Каждого из этих аппаратов, чтобы вы увидели на кости. Вот здесь говяжья кость. Я нарисовал три полосочки. Они по 2 см. И далее на видео будет здесь секундомер. И вы увидите, за какой срок происходит пропил этой кости. Наша задача пропилить картикальный слой. Здесь мы видим губчатый слой красный, а сверху картикальный. Картикальный это плотный слой кости. Наша носовая кость примерно потолщнее, как этот белый слой. Дальше губчатый он мягкий. Мы начнем с аппарата Риноскульптур турецкий. Возьму для этого прямую пилу и обороты, которые указаны в инструкции. Поехали! Пропил закончен. Что стоит отметить? Пропил очень тонкий. Сохранность кости очень хорошая. Пропил очень тонкий. Аж заклинивает полотно. И пропил я сделал быстро. Далее пьезотом. Варио Сурч. Один из самых известных пьезотомов. Внимание, как работает пьезотом на твердых тканях. Он работает только с водой. Я ставил на максимальную мощность. Пропил закончен. Толщина распила здесь больше немножко миллиметра. Вот если я могу сюда зайти насадкой, спокойно погружаюсь в кость, то этой же насадкой войти в отверстие, которое сделано пилой Риноскульпт, я не могу. Удобство работы этой в полости носа намного выше, чем вот этих насадок. И далее возьмем самый бюджетный вариант. Это рецепрокная стоматологическая пила, которая используется обычно в стоматологии. Поехали! Не могу сказать, что она по скорости уступает как-то турецкой пиле, но повторюсь, есть элементы безопасности и удобство работы. Острый край, который травмирует мягкие ткани. И вариации насадок. Здесь не будет расшпилей, здесь не будет таких закругленных краев. И длины насадок такой, чтобы работать более комфортно. Еще раз сделаю распил. Может кого-то не впечатлила эта пила. Ровный срез, отпиливается все очень хорошо. И я хочу сейчас показать, как работает рашпиль. Снимается наконечник очень быстро. И поехали! Обычно я работаю все-таки механической по привычке. Но хочется попробовать. Необычно, но работает. Рашпиль стачивает кость, и краешек острый у меня стал уже скругленный. Какой аппарат использовать? Дело выбора каждого хирурга. Нужно попробовать все и для себя определиться с тем, который подойдет для выполнения целей и задач наиболее лучше. Всем спасибо! С вами был доктор Скаченко. Субтитры сделал DimaTorzok